всем привет это ольга швец это видео о тенях вот у меня есть полностью вся палитра тени арт визаж которые мне достались подарок большое спасибо арт визажу и о чем я спешу сообщить начинающим визажистом так это о том что вот это все великолепие вот эти все три палитры в данный момент на их сайте можно купить всего за две с половиной тысячи рублей дело в том что в пользование они у меня как бы давненько но их много и плюс еще моя коллекция которую вы наверняка видели и который достаточно обширная но я давно хотела тени просто перенести в палитру потому что потому что мне так удобнее чем чего да кстати арт визаж это тени которые магнитятся вот посмотрите то есть это говорит о том что сплав из которого сделаны вот эти контейнеры это профессионально такое как бы профессиональная штука то есть они рассчитаны на работу с профессионалами вообще изначально марка арт визаж позиционировалась как профессиональная марка но со временем они стали общедоступны марка для всех женщин вот что мы имеем по факту по факту мы освободили все вот эти вот рефилы выбрасывать я их совершенно не намерена потому что в них могут перейти другие продукты и хранить их так гораздо во-первых гигиеничнее во-вторых а во-вторых достаточно как бы безопасно для самих теней и для самой прессовки вот я пыталась расчертить маркер в общем все вот они перекочевали мои дорогие арт визажеские тени в магнитные палитры наконец-то пришло их время вот я вас хочу с ними познакомить теперь поближе теперь мне так будет намного удобнее чем это было раньше вот как бы в одно они не вошли ну вот они все теперь в данный момент перед вами и можно сводчить вот хоть за сводчься вот она вся палитра синий арт визаж от 1 и до 30 6 оттеночка вот они все 36 оттенков которыми мы сейчас будем разбираться вообще выяснять что к чему делать сводчи кто сказал что сводчи делаются в одно касание я вот не понимаю 5 оттеночек вот они все они все высоко пигментированные значит если вы ссори вообще за мой маникюр потому что я тут просто ногти ломала сидела когда их вытаскивают так вот вот они оттеночки с 1 по 5 вот 101 102 103 104 105 вот посмотрели пигментацию что я могу сказать вообще сразу прямо самом начале обзора то что когда я была на их канале увидела видео в котором брендовый визажист говорил вот они такие шелковые такие мягкие не такие классные я подумал боже что он такой говорит то есть периодически все мои друзья подруги знакомые визажисты брали эти тени и уж что что он как бы это не было шелковым никогда а вот эти вот ребята и девчата вот они как-то вот по-моему качественно отличаются от того что вот раньше было в магазинах потому что действительно текстура шелковая они мягкие и высоко пигментированные со стойкостью мы потом разберемся сейчас показ в очень смотрим любуемся так вот у нас шестой оттеночек прям совсем пудровый вот седьмой вот восьмой вот он девятый и вот он десятый вы видите да пигментацию ребята это не сказка вам не кажется это не собачка зевнула это не иллюзия никакая оптическая это тени арт визаж смотрим дальше поехали это 11 12 13 14 15 16 16 шиммерный 17 шиммерный 18 вот такой 119 хайлайтер 120 так 121 оттеночек 122 123 124 125 вот они все по порядочку как они идут в палитре так я вам их и так как западем так проверяем не сбились если мы за счет да вот он 126 поехали дальше 126 127 128 129 129 129 129 133 133 134 135 вот и вот он 136 оттенок как видите тени он так хорошо потереть чтобы их вообще растереть и как следует как следует надо повозюкать значит так первое и главное что меня не устраивает это номера на лишена какой бы то ни было вообще у логики ну я так подозреваю что цветам присуждались номера по мере их создания скорее всего то есть это не создали первых там два оттеночка беленький такой вот совершенно пастельный рядом с ним серенький и черненький это не 123 это типа была основа да как бы брендовая дальше пошли у нас пудровые это соответственно 456 ну и так далее дальше вообще солянка сборная там тут же вот как бы тут зеленый потом кто-то промежуточный желтый оранжевый тут же синий и дальше опять пудровые только хайлайтеры ну в общем как бы логики это лишено очень напрочь в коллекции очень много кстати красивых фиолетовых фиалковых темно фиолетовых оттенков с шиммером и сатиновым эффектом теперь давайте вот ну я вам просто говорю как лучше это будет мне а вы там уже сами можете делать как хотите ну я сейчас как бы сделаю это все немножко пологичнее потому что я нумерацию показала свочи показала теперь в принципе самое главное это вот сделать так чтобы это было удобно вам давайте попробуем я сделаю это сейчас под себя то есть той последовательностью которой это нужно мне первую линию я проложила и совершенно вроде казалось бы далеких друг от друга в основной палитре оттенков а это именно 101 119 я его узнаю с закрытыми глазами вообще теперь в любом бренде вернее все бренды выложу я 119 и узнаю 106 120 и 105 и 121 я сформировала это по принципу матовый с шиммером либо сатином опять пудра рядом хайлайтер опять пудровый эффект рядом хайлайтер почти вот тон в тон вот так вот ими будет пользоваться кстати значительно удобнее это основная масса теперь это вообще для визажистов новичков если что по какому принципу надо формировать полицию дальше поехали в сторону телесных оттенков оттенков для бровей и коричневого бежека бежево коричневых оттенков вот сейчас мы добавляем 115 схожие оттенки но рядом шиммерный 132 такой для бровей 102 109 с легким шиммером 133 и матовые угольные черные 103 вот как бы основная такая натурал основа от чего вообще стоит плясать я вообще не понимаю почему арт визаж не выпускают это все палитрами вот раз таки и сделали палитрочку на 12 оттенков и победили там не знаю какой нибудь там другой бренд который там по 12 оттенков пускает вот все вот аналогичная палитра здесь здесь и матовая вот как все говорят вот мы не любим там тут а тут а палитру там столько шиммера да соберите вы свою вот пошли купили вот тут и матовый вам и шиммерный и сатиновый какой хотите поехали дальше вот поскольку в тренде у нас фиолет был тут совсем недавно кстати очень хорошо смотрится на фотосессии фиолетик вот мы дополняем допустим рядом вот здесь вот этот смотрится ну совсем по-другому глазами он воспринимается по-другому а камера его видит как такой вот коричневый но на самом деле он не коричневый вот а если бы я снимал это при дневном свете то тогда вообще был бы по цветам там с шиммером и с сатином были бы проблемы там почти ничего было бы не видно вот дальше мы визуально смотрится вообще почти тон в тон 111 129 128 112 ну я говорю вы делаете как хотите 130 107 вот он такой как бы близкий вот к 133 внезапно 107 133 вот дальше поехали по моей логичной схеме потому что она мне кажется очень логичной вы в принципе вот так вот добивая вот основную палитру там например голубой линейкой либо серой линейкой либо фиолетовой линейкой зеленой там и так далее вообще любой таким образом вы себе набиваете такой вот стандарт для макияжа например там фотосессии да в основном у нас такая специализация с вами вот я добавила еще зеленую как бы линейку как мне кажется я добавила сюда единственное вот желтый оттеночек и они идут в такой последовательности 114 135 вот такой зелено-синий смотрится зелено-синий 136 на камере он смотрится больше как синий 113 внезапно 134 и вот тут вот просто примастился желтовато хайлайтерово вот такой вот классный 116 потому что он он вообще как бы не туда не сюда вот поехали дальше вот как бы вот таким образом я размещаю может быть я там немножко погодя переиграю все вот я еще немножко перетисовала вот он вот они хайлайтеры пудровые все-таки я передвинула черные убрала объединила все с такой серо-коричневую линеечку дальше у нас идет пять цветов потрясающего фиолета дальше у нас идет пять цветов потрясающего зелененького болотного там с шиммером с сатином вот дальше я все сдвинула в серую гамму и сюда же добавила черный это пять оттенков пять оттенков голубых голубоватых пастельных шиммерных это вот синий синий голубая такая синий серый даже голубая гамма и вот совершенно как бы абсолютно таки выбивающийся на общем фоне это вот золотой такой вот пастельно-пудрово-розовый и вот прям золотой призолотой и вроде бы как он везде смотрится как оранжевый но это никакой не оранж это такой вот тоже пудровый с хайлайтером как бы эффект может даже какой-то румяновый я бы даже сказала так вот теперь посмотрев вот на это все логично да глазами профессионала я думаю если все таки арт-визаж меня смотрит я надеюсь что смотрит вам станет понятно чего в вашей палитре не хватает я правда не знаю с какими специалистами экстра класса вы работаете но значит по натуральной гамме у вас вообще все хорошо вот они у нас представлены да эти оттеночки у нас их в общей сложности 12 прекрасно 10 оттенков актуального фиолетового буквально сезон назад этот оттенок просто вообще разрывал весь мир в коуче вот они зелененькие вообще великолепно все дальше идем серенькие прекрасно восхитительно вот здесь смотрится как зеленоватый но на руке не какой-то вот хотя нет в искусственном свете зеленоватый я думаю логично ему будет перейти сюда опять же вот мы смотрим у нас не хватает немного серого у нас не хватает немного голубых оттенков ну в общем смотрите решайте опять же приобретя вот это все вы просто напросто в других линейках потыков пальчиком посвочи вы можете просто то чего вам не хватает вы можете добавить вот как это делаю я там мне не хватает в этой гамме там красного там например не хватает мне там розовенького не хватает мне там чего мне еще не хватает мне в принципе да тут можно искать значит чего не хватает вообще во всей этой палитре девочки арт визаж мои дорогие любимые у вас не хватает цвета для формирования складки верхнего века вот этот он слишком серый а больше как видите ничего нет такой оттенок вот он вот он оттеночек он присутствует во всех профессиональных марках это то чего вам не хватает посоветуйтесь все таки со своими консультантами здесь не совсем верно отображается цвет на просто походите по магазинам посмотрите в других брендах нет просто цвета который бы формировал складку верхнего века вот это раз два как бы для бровей в принципе вот этот пойдет для бровей вот этот пойдет для бровей вот что еще да в принципе по большому счету все все но я хотела бы вот не знаю ну это надо писать наверное посадиться и писать такую петицию листать ее на эту тему чтобы вообще ничего не забыть ничего не упустить а вообще это был обзор на тени арт визаж на то что мне хватает чего мне не хватает на то что хорошо и на то что над чем стоит поработать то есть можно как бы дополнить эту палитру теплыми оранжевыми яркими красными розовыми оттенками будет вообще все хорошо прекрасно и красиво всех люблю целую пока пока